Всем привет, меня зовут Ланинш Маффин. Сегодня мы смотрим на демку игры, которая называется Hollow Cocon, пустой кокон. Это типа ужастик, это типа ужастик. Минато Джумба, университетский студент, я тут живу с родителями в городе, в каком-то доме. Однажды ночью Минато получил ужасающие новости от своего бати, Эйджи. И Минато, что-то там связано с его бабкой, Киню Мияма, в критической сайской. Бабка вернулась домой в критической кондиции, ты представляешь? И он, короче, отправился в свое путешествие на Эйджиносе, куда-то в дорогу, в глубокую деревню, в горах, где родилась его мать. Минато не видел свою бабку уже лет 20. Ладно, 10. И забыл, как оно вообще нахрен выглядит, поэтому взял первую попавшуюся. О, она отправила его куда-то на похороны дочери, отчего Минато нихрена не понял. Автобус остановился где-то посреди дороги, Минато вызвал на разговор свою бабку. Что происходит вообще? Это что за шелкопряды? Ты знаешь, что если они оставят свои коконы, у них нет рта, чтобы жрать, и нет крыльев, чтобы летать. И они просто ласят по своим яйцам и подыхают. Люди так же страдают, когда они в своей судьбе. Небо было, однажды горы и так далее и тому подобное. И Минато нашел себя в своем доме. И он нашел себя в ужасающей ситуации с шокирующей правдой. Ужасно все было. Я не знаю, что такое периш. Ну, наверное, лежат они там в этих коконах, и что-то с ними происходит. Не знаю, мутируют. Хотя, блин, шелкопряды мутируют. Я сейчас даже посмотрю, что такое периш. Мы приехали в итоге, короче. Бабка не врала, мы приехали к бабке. Периш. Погибают. Ну да, они просто лежат и подыхают в этих своих коконах. Слово-то какое красивое. Периш, погибать. Это еще и японская игра. Говорит, вот это деревня. Вот это воздух. Вот это шик. Вот это хорошо. И Чиноси... Хорошо, что здесь есть выпускная остановка. Я пойду прогуляюсь. Я тоже пойду прогуляюсь. Мы приехали в японскую деревню. Тут так красиво! Типикал японская деревня. Очень красиво, очень здорово. Очень улыбаются люди нам сразу же с остановки. Очень красивая помойка. Но сразу видно, что японская. Можно найти 10 йен у детей отобрать. Потому что какого хрена они раскидываются деньгами. Пусть они в своей деревне уважают деньги. И, между прочим, в городе зарабатывать очень тяжело. У меня есть инвентарь, в котором у меня есть хп. Иногда мне что-то восстанавливает стамину и хп. У меня есть ключ и есть ключ. Старый бабкин и... Новый бабкин. Новый бабкин ключ. Так, ну у меня есть 10 йен на вот это и на вот это. Если бы у меня было 10 йен, я бы это... Может, не надо? Давай не будем тратить 10 йен на такую хрень. 10 йен зарабатывает очень тяжело. Сука, 10 йен? А бухло стоит 80. Я уже выкинула 10 йен. Я что, дура? Подожди, у меня сколько? Подожди, подожди. Я засунула сюда 10 йен или я не засунула сюда 10 йен? Не понимаю. Не работает. Это понятно, что не работает. Я сунула 10 йен свою, ну давай сунем 10 йен. И что? И что делать? Флик левер. А где левер? Который левер? И как шейк? Нет. Подожди. Что я неправильно делаю? Подожди. Написано левое... А, в другую сторону надо. Вот что. А-а-а, это пинбол. Я проиграла? Я проиграла, короче, свои 10 йен. Нашла. Ну легко пришли, легко ушли. Она всегда так и бывает. Чего легко пришло, то легко и уйдет. Так, а что, у них прям как в российских дворах есть вот такие крашеные, эти хреновины. Как будто не в японской деревне, а в родном дворе. Что, еще 10 йен? А я все 10 йен спущу на эту хрень? А мне она вообще нужна? Я сюда приехала, что, в игры играть? Причем странно. И чем я могла в городе поиграть? В нормальном компе. А где живет бабка? Не знаю, где живет бабка. Бабка где живет? Пропавшие люди у нас в деревне. Камеру зумну. Написано, что включает очленосы деревню, где планируют конструкцию сайта. Планируют что-то строить, но здесь же никто не живет. Типа дамбу или что-то такое. А если тут никто не живет, нахрен от сюда приперся? У тебя бабка тут живет одна? А бабку что тогда в город не забрать? Или она без своих рядок не может еще 10 йен? А что у вас тут такой город? Никому не нужны 10 йен. Я чувствую, я здесь немного побуду, миллиардером стану. А, подожди, ну город заброшенный. Фига, что приперся. Ну фига моя бабка живет в заброшенном городе? Моя бабка в дубу? Еще 10 йен? Это что? Мияма Фэмили Грейв. Это наша семейная могила. Так эта могила принадлежит маме? И батя... Ой, деда тут. Дед тут. Ага, ну то... А, или деревня одна сплошная, типа, наша семья. Поэтому тут никого нет, кроме бабки. Бабка отказывается покидать родное гнездо. Так что ли? Непонятно ничего. Надо бы еще походить по городу, потому что я бы нашла там еще 10 йен. Мияма. Мияма захожу. Я Мияма, я захожу. Пэриш. Какое красивое слово. Пэриш. Погибать. Не просто там дай умереть. Сдохну. Пэриш. Так, ну вот смотрим. Меня родители забрали, когда дед сдох. Меня не было с тех пор здесь. Некому защищать. Некому защищать. Нет поколения, которое бы защитил. У нас все тут плохо. Деревня подыхает. Мэр. Ладно. Открыть файл. Да подождите с вами файлами. У вас все равно все файлы на английском. Пока переведешь, ногу сломишь. Давайте наслаждаться Японией. Чего нам эти дурацкие записки? Вот такая Япония. Вот такая Япония. Япония вот такая. Запертая. Сука. Даже в игре Япония для нас заперта. Жесть. Батя дал мне ключ. У меня есть ключ. Вот. Ключ используй, да? Ну что, открылась? Открылась. Ковры, как в России, почти. Я устал, говорит. Я не спал 24 часа. Батя меня достал, пока я ехал. Так. Ну, короче, есть свет. Но не надо его включать. Не надо его включать. Вообще, в Японском доме. Нафига. Тут и так светло. Тут такие окна. Везде все видно. Это че? Не открывается. Застряла. Нужна отвертка. Это кто-то подох? Не надо. Не надо. Не надо тратить электричество в Японском доме. Вы чего? Не в России живете. Это алтарь. Надо зажечь. Ну, давай зажжем. Я не знаю, как это там в вашем по-японски. Нам зажигать не надо. Но мы зажжем. Зажгу одну свечу. Зажжу другую свечу. И не знаю. Повоняю. Вонять это хорошо. Вонять это прекрасно. Все. Поставили за упокой души всех. Это им мелодия на тот свет. Пусть они там тусят. И все хорошо. Цветы свежие, кстати. Что дед упал? Помер, упав в колодец? Нелепая смерть. Он был очень умным. И очень мудрым. И очень добрым. Хороший был дед. Но почему-то с пьяна упал в колодец. Бывает. Для бабки он значил очень много. Она никому не сказала. Даже матери. Даже своей дочери. О его смерти. Он просто взял и умер. Когда мама нашла деда, она тоже чуть-чуть там не утопилась. В депрессию впала. И тогда она тоже. Как наша бабка могла быть такой бессердечной? Сначала дед упал в колодец. Потом дочка упала в колодец. А бабка просто похрена находит. Ей все равно. Подумаешь, что семья в колодце валяется. Да наплевать. Подумаешь. Дебилы. Сами виноваты. О, боже мой. Это бодешка, что ли? Что это такое? Великая мать бабка Саичи. Привет, как ты? Я надеюсь, что ты супер гуд. Я большой мальчик в начальной школе. Учусь тут всякой хернете по чтению и математике. Весело, но тяжело. У меня есть большое желание спросить тебя, бабка. Ты можешь, пожалуйста, мне отправить коллекцию жуков? Мать не хочет мне их покупать. Она говорит, что жуки не игрушки. И вообще ловить их и причинять боль это плохо. А у всех друзей моих есть такая хрень. А, и бабка. Когда приедем к нашу дом снова, я хотел бы встретить... Я тебя никогда не видел, и ты меня не знаешь. Я хотела, чтобы ты приехал, было бы очень весело. Ты знаешь, я чувствую себя немного грустно, потому что ты уехала. Я спрашиваю маму каждый день, когда ты вернешься. Она сказала, что ты живешь очень далеко и не хочешь нас всех видеть. Но я очень жду, когда ты приедешь. И очень хочу тебя увидеть. И увидимся скоро. Это было так давно, я тогда только учился писать. В конце концов, он никогда не отвечал. А, я деду это писал? Пока дед зависал в колодце. О, еще 10 ен. Отлично. Я себе на хату тут насобираю. Зачем я... Когда приезжаешь в японский дом, первым делом нужно зажечь свечи, нужно зажечь благовония и сесть в шкаф. Такова традиция японских домов. Ну, бывает. Не страшно. Поехали дальше эксплуатировать и изучать... Дом японский. Что тут еще такого интересного есть? В это место я не могу залезть. Ну, слишком маленькое. Так, ну, еще узнать немного про своих мертвых родственников. Заказ от Сеймиган. Кто такой Сеймиган? Нет, бабкины. Бабкины хилеры. Обезболивающие. Использовать хилинг можно. Можно пить бабкины обезболивающие и от этого жить. Но не как дед. Потому что дед уже провалился в колодец. Он был очень мудрым и добрым. Он был таким мудрым, что падал в колодец. Как тебе домой? Я не знаю, почему меня это так угорает. Это такая глупость. Господи, какая глупость. Причем, побольше случаю глупость я, а не дед, который был. Какая ненепрессия. Я нашла еще 10 ем. Я, сука, ворую здесь всю деревню. О, это шкаф для шелкопрядов паутины. Паутины шелкопрядов, как она называется-то. Бадди говорил мне, что мы тут занимались таким бизнесом долгое время. Возможно, вот почему Кину процвел тут и сказал мне о том, что я был ребенок. Я говорил с Кину, а она меня пугала. Пугала она меня. Купала она меня, капец. Как и детка. Все, я прекращаю эту хрень. Это не смешно. Я могу здесь отдохнуть. Подожди, отдохнуть. Мы еще не все посмотрели. Мы, как минимум, не видели колодец. Надо еще и пожрать. Какая красивая японская посудина. Это что, расписание? Офигеть, у них есть расписание. По расписанию живут, сволчи. Помоем руки? Нет, я же пить хочу. Поэтому у меня нет рук. Я беру своим сознанием кружечку, наливаю водичку и вливаю на пол. Потому что, ну, все еще у меня нет вообще никакой физической оболочки. Не страшно же пить из крана? Ну, с другой стороны, может, у них кран проведем как-нибудь в каком-нибудь источнику. И им не надо париться по этому поводу. Хрен его знает. Что в холодильнике? Дохлая курица. А вот был бы дохуй дед. Было бы, конечно, лучше. Но не судьба. Дед уже в колодце. Может, я увижу колодец? О, мы, может, найдем колодец и посмотрим на деда? Так, наверняка это вход с другой стороны, который был заперт. Я открою. Все, отлично. А где колодец? Я ищу колодец. А вот и колодец! Который закрыли вместе с дедом, походу. Так, дед сдох, упав в этот колодец. Это был несчастный случай. Поэтому мы специально заперли этот колодец, чтобы таких несчастных случаев больше не появлялось. Кури, здравствуйте, может? А я в смысле? Чел, ты какой-то странный. Ты приехал к бабке на деревню и пинаешь ее кур. А то этих уже не попинать. Блин, и тут у нее это есть. Я не буду тратить на свои 10 йен. Я нас собирала там... Отойди, Кура. Глупая ты. О, я могу залезть? Я могу крауч сюда. И что это? Еще 10 йен. Даже у кур есть 10 йен. Что у вас за деревня такая странная? Замолчи. Я все делаю правильно. У меня антистресс-программа. Я, в конце концов, приехала на деревню у бабушки. Так оно обычно и бывает. А поскольку тут заперто, вам кур не повезло, я пойду этим же путем. Все, спокойно. А то окажетесь в холодильнике. А то, не дай бог, еще и в колодце, как дед. Может, дед об Куру запнулся и оказался в колодце. Не исключено. А что это? Еще 10 йен? А, 4 штуки 10 йеновые. Ни хрена себе. Вот это я, конечно, живу. Это сортир. Не надо свитч? В смысле, в сортире свитч не надо? Почему это? А это не сортир, оказывается, даже. Что это? Записать. Страшный талисман. Когда я был ребенком, я видел такой же талисман, когда мама чувствовала себя плохо. Очень плохо. Почему? Этот талисман... А, это еще и сейф-дата. Ничего себе. Отлично. Ну, теперь, если я упаду в колодце, я знаю, откуда начинать все заново. А, это ванна. Еще 10 йен. Да что ж вы раскидываете, везде деньги. Ага, а это банька-парилка. Садись. Ничего, ничего там... Нет, там есть что-то, наоборот, он говорит, что что-то есть. Сейчас нальем водички, помоемся, жопу помоем, моем жопу, моем жопу. А, я не могу. Подожди, разве там, если что-то есть, то это не должно засырять? Нет? Ладно. Тут нету этой затычки, поэтому я не узнаю, что там есть. Рукоментно тоже лезть не хочу. Так, ну я нашла этот... Ванну. А где туалет? Это там... Опа, еще что-то. Записочки. Ответ Минато, как ребенку. Дорогой Минато, спасибо за письмо. Я был удивлен, что ты написал. Великолепная работа. Дед тобой гордится. Твоя мама не купила тебе коллекцию жуков. Ты знаешь, когда я был юным, я также имел коллекцию бабочек. Кто-то мне сказал, что это им совсем не больно. Тогда я решил, что я... А, нет. А, кто-то мне сказал, чтобы я не причинял им боль. Тогда я решил, что я перестану ловить бабочек. Кроме того, я решил, что я просто буду смотреть на то, как они там летают, на красоту природы и все такое. Поэтому я не куплю тебе эту коллекцию. Поэтому я не куплю тебе эту коллекцию. Понял почему? Когда лето кончится, я приеду, и мы с тобой посмотрим на бабочек и стрекоз. Бабка занята, вся в работе, и она ко мне не приходит. Поэтому я пойду в голодицу веселиться. Ваш дед. Короче, мы будем много веселиться с тобой вместе, когда я приеду. Когда мы прощались, я почувствовал немного грусти. Ну, чуть-чуть только. Причем я уехал, я дал тебе хорошую какую-то фигню в голову. И прошептал магическое заклинание, которое будет тебя счастливым держать до нашей следующей встречи. Я буду скучать по тебе, но ты помогай бабке иногда с вещами. Пожалуйста, будь хорошим, как мы и договорились. Обещаю, что я приеду летом. Батя. Так ты ответил. Просто ты не отправил, да? Или не успел отправить. Или 10 йен где. Почему это все кажется таким нелепым? Боже мой. Мне стоит быть четочку серьезней. Ну как можно быть серьезней, когда ты залазил в шкаф, сука? Один помер в колодце. Да как можно было там умереть? Как можно было свалиться? Дед, ты дурак. Это сортир. О, сортир. О, японский сортир. Смотрим на сортир по-японски. А. Во все стороны открывается. Неплохо. Нихрян тут домина, конечно. Че это? Я пропустила комнату, потому что он там сказал, что может нам листануть. Ага. А здесь у меня все закрыто. Меня никогда не пускали в эту комнату. Ну зато пускали в колодец. Ничего страшного. Это что? Вот сюда могу отдохнуть. Включай телек, будем смотреть телек. Только он нихрена не показывает. Ну зато как радио работает, не страшно. Все, жрем. Жрем мандаринки. Остаться? Остаться. Нет, остаться. Все, до ночи остаемся. А ночью, я не знаю, идем смотреть в колодец, что происходит ночью. Сейчас загрузится. Сейчас загрузится все. А, ну вот походу этот дед был, да? Личинки. Какая-то хрень. Фотки. Что-то там за дверью смеется. Не дед. Дед смеется в колодце. А, ну вот он как раз, дед. В колодце. Валяется. Все угорают. Дед помер, а все угорают над тем, что он помер. А что там еще и поезд есть? Осторожно написано. И вот эти типичные японские цветы. Типичная японская женщина, которая не выдержала смеха от того, что дед помер в колодце и бросилась под поезд. Не смешно. Мать, ты чего? А у меня аж телевизор начал показывать номер телефона для пострадавших от того, что дед утонул. Я просто поспал. У меня никогда не было... У меня не было снов о маме долгое время. Темно. Лучше включить свет. И выключить котов. Вон, вот эта игуана куда-то ведет. Нифига у нее феррари. Или не феррари, не знаю, что это такое. Так, где тут свет? Сука, а где свет? Опа. Отлично, я что-то вижу. Пойти, что ли, курт и пинать? А мне нужно включить свет во всем доме? Блин, ты же задолбаешься вот так ходить по всему дому и включать свет. Кто-то хочет меня? Это у входа. Это батя? А что, батя тоже приедет? Батя? 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 Это что, это курицу растермошила? Что за хрень? Это нам курицу отомстили. Те, которых я пинала. Они достали свою подругу и это вот так. Че, кого? Здрасте. Здрасте. Я твой батя. А, это ты, батя? Еще где ты? Где ты пропадаешь? Извини, но я думаю, что я не приеду сегодня ночью. Я в госпитале. Тут какая-то ужасная ситуация. Я пойду поговорю с полицией. Почему с полицией? Кину коллапсирует. Никакого инцидента или болезни. Доктора нашли что-то, какие-то странные пометки вокруг ее шеи. Кто-то атаковал ее? Никто не уверен. Но лучше не оставлять все на предел судьбы. И мы поехали в споры, позвонили в полицию. Ты там нормально будешь сам? Да, я же не ребенок. Отлично. Ты, сука, будь осторожен. Я буду спокойной. До свидули. Я пить хочу. Вода на кухне. Где кухня, я забыла. У вас такой огромный домино. Так-то, если подумать. А ты не хочешь закрыть дверь, да? На самом деле. Огромный домино, ни хрена не видно. Это дверь. Это тоже. Это, сука, дверь. Это свет? Блин. А, ну вот кухня. А где кухня, а свет? Ага, вот. Все, все, все. Все понял. Помню. Помню этот... Это картошка там такая? Уже все. Мое сознание опять пьет. Пока кто-то там ходит. К сожалению, нету не деда с колодцем. Все это было? Не дед. А, пойти посмотреть? Ну то есть, и он вообще не реагирует на этот... На дохлую курицу. А что тут открыто уже? Тут уже открыто. Так, ну проходили здесь. Пойду кур пинать. Деда, это ты? Я надеюсь, это деда. А, кто-то кур жрет. От души. Слушай, это мои куры. Я их лучше попинала. Какая-то голая женщина у меня завелась, которая ест моих кур. А я не давала разрешения есть моих кур. И я их уже попинала. Она еще и пьяная. Закусить, наверное, хочет. Спасибо, что играли. Будет доступно 7-23-го... Ой. День, месяц... Нет, подожди. 7-го декабря. Правильно? Да хрен его знает. И в этих датах хрен разберешься. Вот такая вот игра. Вот такая вот игра. На самом деле, интригующая. Интригующая, да. Деда в колодце. Но забудем про этого Деда в колодце. Игра, в принципе, неплохая. В ней есть что-то. Не сильно много понятных геймплея. Там будет побег от монстра. Или это будет что-то иное. Но в целом, довольно неплохо. Интересно. Занимательно. Вот такая вот демка. А на этом все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ставьте комментарии. Всем спасибо и всем пока.